Здравствуйте! Сегодня урок истории Кыргызстана, проведу его я, Усупов Даниил Саламатович. Повторяю с вами предыдущие темы. Я прочитаю утверждение, а вам нужно выбрать, верные они или нет. 1. История – это наука, изучающая прошлое человечество. 2. Цицерон – отец истории. 3. Археология – это наука, изучающая прошлое человечество по вещественным источникам. 4. Исторические источники делятся на две группы. 5. Письменные источники – это исторические летописи, хроники, письма, указы, надписи на камнях, бересте, кожи. 6. Минарет в переводе с арабского языка означает «дающий свет». 7. На территории Кыргызстана расположено более 10 тысяч исторических памятников. 1. Верно. 2. Неверно. Отцом истории считается Геродот. 3. Верно. 4. Неверно. Исторические источники делятся на три группы – вещественные, письменные и устные. 5. Верно. 6. Верно. 7. Неверно. На территории Кыргызской республики расположено около 5 тысяч археологических памятников. Сегодня мы будем говорить с вами о письменных источниках, письменности различных народов, возникновении и развитии письменности у крыгызов. Это тема нашего урока. План нашего урока сегодня таков. План нашего урока – письменные источники, материалы для письменных источников, палеография, эпиграфика, письменность, возникновение и виды письменности, письменные источники, где упоминаются крыгызы и письменность, которой пользовались крыгызы. Что такое письменные источники? К письменным источникам относятся документы, исторические исследования, мемуары, прочие литературные произведения. К документам относятся все письменные источники, составленные с практическими целями – политическими, экономическими, мемориальными и т.д. Документы бывают государственные и частные. Это государственные акты, законы, кодексы, указы, дипломатическая переписка, частная переписка, списки людей, закладные, церковные и монастырские книги. То есть различные надписи на любых материалах. Материалом для письменных источников служит все, на чем можно писать. Это бумага, кожа, пергамент, папирус, дерево, древесная кора, кость, глина, камень, металл. Форма их в значительной степени зависит от материала. Они могут быть переплетенными книгами, свитками, глинными, табличками, деревянными или металлическими досками, наскальными надписями. Перед вами материал для письменных источников. Страница рукописной книги, письмена на глине, страница печатной книги, письмо на бересте, цвиток из папируса, надпись на резной кости. В древнейшие времена люди общались друг с другом при помощи жестов или издавали различные звуки, но постепенно они овладели разговорной речью. Но люди не умели ни читать, ни писать. Свои мысли, законы, предания они хранили в своей памяти. Те, кто рассказывал предания, назвали сказителем. Они всегда были желанными гостями. Сейчас мы посмотрим видео с сайта Арзамас. Писать мы учимся в школе долго и с трудом, а говорить получается как-то само собой. Из-за этого многие считают, что письменный язык важнее, а устный — это его невзрачный младший брат. И понятно, почему мы так думаем. Письменный язык очень практичный. С помощью писем мы можем отправить свои слова на другой конец планеты, сами оставаясь в уютном кресле. И донести до будущих поколений не только важные мысли, но все, что угодно. Но на самом деле это устный язык первичен, а письменный — вторичен. И это легко доказать. Многие великие культуры и цивилизации обходились без письма. Они строили города, орошали поля и создавали империи. И все это без букв или иероглифов. Великие эпосы, Илиаду или Махабхарату, люди передавали устно, из поколения в поколение. Правда, это были совсем другие люди. Мы что-то записываем и сразу забываем. А они постоянно держали в голове все самое важное. И это самое важное тоже было другим. Например, не события конкретного дня в истории, а устройство календаря в целом, чтобы не забыть, когда сеять хлеб. Их мозг работал иначе. У нас есть книги, а для них весь мир был книгой, которую надо было правильно читать, чтобы жить в согласии с природой, богами и людьми. И даже с изобретением письма. Такая система мышления не исчезла. Например, остался фольклор. Все эти приметы, присказки и колыбельные — не просто народное искусство. Это следы древних представлений о том, как устроена жизнь. С дальнейшим развитием человеческого общества одного речевого обращения для людей уже стало недостаточно. Появилась потребность общаться с другими народами, передавать и получать сведения на расстоянии, без непосредственных контактов. Возникает необходимость сохранения информации. Так постепенно с развитием жизни возникает новая форма общения, связи людей — это письменность. Что же такое письменность? Письменность — это передача мыслей, слов человека посредством специальных знаков. Процессы возникновения и развития письменности и сами рукописные памятники изучает наукопалеография древнегреческого «Палео-древний» графа «Писать». Эпиграфика с древнегреческого надпись «Вспомогательная историческая дисциплина, изучающая содержание и формы надписей на твердых материалах, таких как камень, керамика и металл». Сейчас мы посмотрим видео с сайта Арзамас, который называется «Как возникли буквы и иероглифы». Для нас письмо значит буквы, но так было не всегда. Сначала были пиктограммы. Древний человек видел быка и рисовал быка. Например, для магического обряда, чтобы охота была удачной. Потом он стал использовать пиктограммы, чтобы не забыть что-то про быков, или чтобы сообщить другим, что здесь есть быки. И это уже стало почти письмом. Постепенно пиктограммы становились все более и более схематичными. И вот уже бык совсем не похож на быка. Просто за корючком. Это уже иероглиф. У иероглифов много плюсов. Например, их можно комбинировать между собой, чтобы получать новые значения. И обозначать не только реальные предметы, но и абстрактные понятия. Но есть и минусы. Иероглифов нужно очень много. Тысячи. И запоминать их трудно. И люди стали поступать хитро. Использовать иероглифы как шарады. Это как если бы мы записывали слово «китель», нарисовав кита и ель. Знаки стали означать не конкретные предметы, а просто слоги. А потом появились привычные нам буквы. Когда знак обозначает не слог, а звук. Буквы очень удобны. Их нужно мало. Их легко заимствовать из языка в язык. Если мы в чужой стране и не знаем языка, то знакомые буквы помогут нам прочесть уличный указатель или название ресторана. Все это очень пригодилось в торговле финикийцам, которые изобрели первый алфавит. От него ведут свое начало почти все современные, включая кириллицу и латиницу. Палеографы выделяют четыре вида письменности. Пиктографическая и диографическая. Словесно-слоговая. Алфавитная. Пиктография. От латинского «пиктус» нарисованный и греческого «графа пишу». Рисуночное письмо способ передачи сообщения при помощи последовательности рисунков считается древнейшей стадией в развитии письма. Пиктограммами могут служить любые наскальные изображения или надписи, или рисунки, процрапанные на кости, нанесенные краской на кожу, рисунки на стенах пещер. В настоящее время пиктограммы очень распространены в современном мире, каждый из вас видел их в повседневной жизни. Петроглиф. Это высеченные на камнях и скалах изображения животных, птиц, рыб, лодок, людей, непонятных знаков. В предыдущей теме мы с вами проходили картинную галерею Саймалу Таш. Древние шумеры, жившие в Междуречи, заменили рисунки особыми значками, клинышками. Так появилась клинопись. Свои книги шумеры писали на мягких глиняных табличках, а после обжигали их в печи. Именно по этой причине они дошли до наших дней. Со временем развитые в культурном отношении народы переходят к идеографии, то есть идее, понятие, в котором текст четко передается с помощью идеограмм, закрепленных знаков того или иного значения. По сравнению с рисуночным письмом, это была более совершенная письменность, в которой идеограммы обозначали не звуки, а целые слова или корни слов, числа и целые понятия. Другое название идеограмм — иероглифы, священная резьба. Так греки называли таинственную для них египетскую письменность, которая в последние века до новой эры была понятна только местным жрецам. Отчасти идеографической является древняя египетская письменность, письменность майя, шумерская клинопись, современное китайское и японское письмо, письмо иероглифами. Наличие письменных источников немало проясняет для историков прошлое, но они ставят и немало трудных вопросов. Многие древние памятники написаны не просто на мертвых, но совершенно неизвестных в современном мире языках. Другие, скажем, древнеегипетские иероглифические памятники написаны на языке, в целом доступном для понимания. Но сама система письма давно умерла, и доступность эту еще надо будет установить. Итак, после находки памятника древнего письма археологам, приходит очередь его чтеца, дешифровщика. Главным подспорьем для дешифровщика являются так называемые билингвы, памятники, в которых на двух языках или двумя письменными системами дается один и тот же текст. Подлинная удача для историка — находка трилингвы, то есть совпадающего текста в трех разнописьменных вариантах. С трилингвы некогда началась расшифровка древнеегипетской письменности. В руках французского исследователя Жанна Франсуа Шампальона попала надпись на так называемом розетском камне. На этой базальтовой плите одна и та же надпись повторялась на греческом и древнеегипетском языках. При этом один вариант египетского текста был выполнен хорошо известным местным алфавитным письмом, дематическим, а другой загадочным для тогдашней науки иероглифами. Прочтение розетской надписи позволило определить основные черты иероглифического письма и расшифровать его. Большое количество словарей билингв и трилингв досталось археологам, проводившим раскопки в Месопотамии, Междуречии, современной территории Ирака, и другим областям Передней Азии. Среди них особое место занимает трехязычная бихистунская надпись на языках древнеперсидском, вавилонском и алламском, которая была высечена на высокой скале Бихистун близ города Хамадан в Иране. Эту памятную надпись о победах персидского царя конца VI века до н.э. Дария I удалось прочесть английскому ученому Генри Роулинсону. Она дала ключ к расшифровке клинописи древних цивилизаций Ближнего Востока. Закономерным итогом, эта многолетняя работа и восхождение под цепочки билингв и словарей стало открытием неизвестного прежде и неродственного известного языка шумерского. Состоящее из отдельных слогов письмо называется словесно-слоговым или просто слоговым письмом. В настоящее время слоговое письмо используется в Индии, Японии, Эфиопии и Корее. Более простым по сравнению с идеографическим является алфавитное письмо. В нем каждый знак соответствует определенному звуку. Алфавитный текст гораздо длиннее иероглифического, однако знаков в нем сотни раз меньше, потому что выучить их гораздо легче. Первыми подобное письмо придумали финикийцы. Они занимались торговлей и им было сложно писать иероглифы, так как это требовало немало времени. Тогда они придумали новую азбуку, состоявшую из 22 знаков, согласных букв, удобных для письма и запоминания. Именно к финикийскому алфавиту восходит все многочисленные ныне системы алфавитного письма, в том числе и древнегреческое. В Греции появилось и само слово алфавит, оно происходит от названия первых букв алфа и бета, средневека вита. От греческого алфавита произошли самые распространенные в средневековой Европе системы письма, латинский алфавит и славянская кириллическая азбука, авторы Кирилла Мефодии, которые пользуются и в России. Сейчас мы поговорим о письменных источниках, где упоминаются кыргызы. Первые сведения о кыргызах упоминаются в летописи Ши Цзы, в переводе «Исторические записки великого китайского историка Сыма Цианя», где рассказывается о том, как в 201 году до н.э. хунны завоевали гянгунья, динлинов и другие свободолюбивые племена. Историки сумели доказать, что гянгуньями китайцы назвали древних кыргызов. Согласно сведениям этих китайских источников, кыргызы жили уже в III веке до н.э. и имели в это время собственные владения. Таким образом, кыргызы являются самыми древними из всех современных народов, происходящими от общих тюркских корней. В необъятных долинах от Тенгерто до Монголии встречаются многочисленные памятники из камня, на которых высечены надписи, раскрывающие страницы истории кыргызов. Они повествуют о героической борьбе кыргызов за свою свободу. В них упоминаются имена кыргызских предводителей. Кроме этого, ценные сведения о истории кыргызов можно найти в сообщениях арабских персидских путешественников-купцов, которые побывали в IX-XIV веках на их земле. С помощью этих письменных источников можно уточнить многие события прошлого, поэтому они имеют большое значение для изучения истории. Древние кыргызы, как и другие тюркские племена, использовали руническую письменность. Памятники этой письменности были найдены на берегах реки Орхона Енисей, поэтому она называется Орхона Енисейская. Обнаружены они были в Хакаско-Минусинской котловине близ города Тувы, в Горном Алтае, в Красноярском крае, а также в Таласской и Кочкорской долинах Кыргызстана. Эти надписи высечены на камнях примерно в VI-XII века н.э. состоявшие из 38 букв алфавит, широко использовался в делопроизводстве существовавшего в VI-XII веках государства Кыргыз, а также в дипломатической переписке с другими странами. Кроме этого, кыргызы почти до XX века клеймили скот отдельными знаками рунического письма, а в некоторых исторических документах они встречаются в качестве печати. Какие виды алфавитов использовали кыргызы? Когда на территории Кыргызстана получил распространение ислам, кыргызы освоили арабский алфавит. В средние века, используя его, наш великий земляк Джусуп Баласагун написал свое знаменитое произведение «Кудадгу билик» — «Благодатное знание», а Махмуд Кашгари — «Диван лугата тюрк» — «Слова тюркских наречий». Своя поэма «Дюсуп Баласагун» призывает молодежи учиться, стремиться к знаниям, к владению наукой. Знание — это богатство, без них бесплодный как резь человека, так и его разум. Арабским алфавитом кыргызы пользовались до 1927 года, а с 1928 по 1939 годы они освоили латинский алфавит. В 1940-х годах XX века был введен русский алфавит кириллица. На одном из изображений вы можете увидеть единственную надпись-вывеску на кыргызской латинице государственная трудовая сберегательная касса, которую вы можете увидеть на пересечении улиц Абдрахманова-Фрунзе. Кыргызы, живущие за пределами Кыргызстана, например, в Афганистане, Китае, Узбекистане, Турции, используют арабские и латинские алфавиты. Перед вами статья первая «Всеобщая декларация прав человека на кыргызском языке с использованием разных алфавитов». Давайте повторим основные термины нашего урока. Письменные источники — это исторические летописи, хроники, письма, указы, договоры, грамоты, дневники, мемуары, воспоминания, а также надписи на различных материалах. Письменность — это передача мыслей, слов человека, посредством специальных знаков. Процессы возникновения и развития письменности и сами рукописные памятники изучает наука палеография. Эпиграфика — вспомогательная историческая дисциплина, изучающая содержание и формы надписей на твердых материалах. Палеографы выделяют четыре вида письменности. Это пиктографическая, идеографическая, словесно-слоговая, алфавитная. Билингва — двуязычный документ, памятник письменности, в котором одинаковое, почти содержимое, отображается на двух разных языках. Иногда встречаются три и многоязычные тексты. Первый алфавит был создан финикийцами. Первые сведения о крыгызах упоминаются в летописи Ши Цзы, исторические записки великого китайского историка Сцима Цсяня, где рассказывается о том, как в 201 году до н.э. эры, хунны завоевали гяньгуни, то есть кыргызов. Кыргызы в своей истории использовали архоно-енисейскую, хроническую письменность, арабские, латинские и кириллические алфавиты. Спасибо за внимание. На этом наш урок окончен. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok